Разъяснение основных изменений в программе «Дорожная карта бизнеса». 31 декабря 2019 года завершилось действие программы «Дорожная карта бизнеса-2020». С 1 января начала свою работу «Дорожная карта бизнеса-2025». Об основных изменениях рассказали повладарским предпринимателям. Программа «Дорожная карта бизнеса-2025» является одним из инструментов развития малого и среднего бизнеса. Национальная палата предпринимателей является оператором нефинансовой поддержки, предусматривает оказания нефинансовой государственной поддержки субъектам частного предпринимательства и населению с предпринимательской инициативой по четырем функциональным направлениям. Первое – это у нас информационно-аналитическое обеспечение. Второе – развитие компетенции предпринимателей. Третье – повышение производительности и четвертое – расширение деловых связей. Основные изменения программы «ДКБ-2025» коснулись увеличения лимита на пополнение оборотных средств. До 180 миллионов тенге по первому направлению, до 360 миллионов по второму направлению. По инструменту гарантирования – добавление целей по рефинансированию действующих кредитов. Если раньше предприниматели при рефинансировании могли воспользоваться только программой «Дому оптима», это платная гарантия, это продукт фонда, она стоила 2,5% годовых. Сейчас же в программу включена данная цель и при рефинансировании кредитов гарантией фонда можно воспользоваться на безвозмездной основе. Что касается экономики простых вещей, основные изменения – это увеличение срока кредита на инвестиционной цели с 7 до 10 лет. И также расширен перечень УКЭТ и товаров на выходе. Отметим, подобные встречи проводятся на регулярной основе.